Всех приветствую на канале Криптобизнес. Сегодня я рассматриваю проект ICOVA. Это второе видео об этом проекте и сразу же небольшая информация для тех, кто не смотрел предыдущие. ICOVA является платформой для сбора средств посредством ICO, которая планирует внести максимальную прозрачность и открытость в отношениях между инвесторами и владельцами проектов. Позиционирует себя как будущий стандарт процедуры ICO. Итак, перейдем подробнее об ICO. Прямо сейчас проходит ICO проект ICOVA. Тип токена ERC20. У токена будет две функции. Первая это 25% скидка относительно эфира во время покупки токенов других ICO в обычной валюте при поддержке ICOVA. И вторая это функция голосования. И там есть предупреждение, что OVO не функционирует как актив в любой форме. Тикер токена OVO или OH-VO. Общее количество выпущенных токенов составляет 200 миллионов. Установленная цена во время ICO. Один токен OVO равняется 30 центам. Наименьшая единица N-OVO, то есть Nano-OVO. Одна миллиардная токена OVO. Дата выпуска август 2018 года. Софткап проекта 5686 эфира. Хардкап проекта 60360 эфира. А таргет 33533 эфира. Теперь о токен сейле. Пресейл стартовал 24 сентября и закончится 8 октября. Цена токена, как я уже говорил, 30 центов плюс бонус 40%. Токенов на продажу на этом этапе будет 120 миллионов. Инвестиции будут только в эфире. Минимальная сумма для инвестиций 100 долларов, а максимальная 250 тысяч долларов США. Доступен только для тех, кто прошел регистрацию в WhiteList. Регистрация в WhiteList началась 22 июня 2018 года. Далее начинается краудсейл. Он разделен на три фазы. Первая с 1 октября по 30 октября с бонусом 10%. Вторая фаза с 1 ноября по 15 ноября с бонусом 5%. Третья фаза с 17 ноября по 30 ноября уже без бонусов. Токенов на продажу будет также 120 миллионов. Минимальная сумма для инвестиций 50 долларов, а максимальная 250 тысяч долларов. Так же, как и в пресейле, нужно быть зарегистрирован в WhiteList, чтобы участвовать. Использование фондов, если инвестиции наберется на 20 миллионов долларов. Рабочий капитал 3% или 500 тысяч долларов. Капитал для разработки 5% или 1 миллион долларов. Реклама и публикации 10% или 2 миллиона долларов. Члены команды и участники также 10% или 2 миллиона долларов. И маркетинговый капитал 72% или 14,5 миллионов долларов. Перейдем к команде проекта. Команда проекта уже с большим опытом работы над инновационными проектами в индустрии, интернет-инфраструктуре, ресторанной индустрии, музыкальной индустрии, в предприятиях IoT и искусственного интеллекта и связанных с ним, Акихиро Ямаси затем углубился в блокчейн, тем самым заложив основу для iCobo в 2018 году. Дизайн-услуг, дизайн UI и UX и Creative Professional Ивао Сусаки в качестве главного конструктора, обладающий опытом как на местном, так и на глобальном уровне, он принял видение Акихиро и разработал общий проект iCobo, в котором есть как творческие, так и управленческие аспекты. Вскоре после этого Масахико Кумадо, финансовый специалист из Сингапура, в настоящее время возглавляющий несколько инновационных глобальных стартапов, присоединился к команде в качестве финансового директора, чтобы обеспечить финансовое и глобальное развитие проекта. Следуя за Масахико, одним из ведущих инженеров, возглавляющих индустрию блокчейн, и кто выиграл лучшую инновационную премию на всемирном саммите Blockchain Summit 2016, Йошикадзо Нишимура стал сторонником Акихира. Благодаря сотрудничеству с ГУ-лабораторией, в которой Йошикадзо является генеральным директором, он пришел в качестве главного технического директора для полнотехнической поддержки проекта. И, наконец, Оливер Гом, который имеет опыт работы с несколькими предприятиями в Швейцарии, присоединился к команде, создав базу Айкова в Швейцарии. Занимаюсь юридическими вопросами и общим руководством, чтобы полностью поддержать операции бэк-офиса в качестве главного административного сотрудника. Команда Айкова, состоящая из пяти членов Акихира, Ивао, Йошикадзо, Масахика и Оливер, структурирована, чтобы обеспечить феноменальное обслуживание на самом высоком уровне, благодаря слиянию их динамичных и исключительных знаний. На сайте есть ссылки на LinkedIn для каждого сотрудника. Можете подробнее почитать сами об остальных членах команды. Их тут достаточно. Теперь посмотрим дорожную карту проекта. Первый квартал 2018 года. Начался проект Айкова. Платформа ICO внедрения DAI-CO. DAI-CO разработан DAI-CO, который является настраиваемым интеллектуальным контрактом, объединяющим DAI-CO. Открыт корпоративный сайт. Были распространены пресс-релизы в Швейцарии, Сингапуре, Японии. А также начата подготовка к ICO. Второй квартал 2018 года. Стартанула регистрация в вайт-листе. Стартовали KAC и IML процессы и краудсейл. Приложение ICO в версии 1.0.0. И 22 июня 2018 реализованы такие функции, как локальный кошелек и дэшборд. То есть KAC, IML и WhiteList Registration. Также там прошли мероприятия в Цуге, Токио и Сингапуре. Запущена реализация ICO в веб в версии 1.0.0 для дэшборд ICO. Третий квартал 2018 года. Будет запущен краудсейл, а Токио ново залистится на бирже. Приложение ICO в версии 1.0.5. 15 сентября 2018 года добавлен интерфейс да ICO, черновики, функции голосования. Будет открыт ICO.News Media, ICO.net. Четвертый квартал 2018 года. ICO в веб-версии 1.2.0 будет запущена реализация MyPage для редактора. Приложение ICO в версии 1.2.0. 1 января 2019 года будет добавлена панель инструментов. В ней будет обзор документации, список проектов ICO. И функция интеграции с децентрализованным обменом, то есть DEX. В ЦУГе, Швейцарии, откроется совместное рабочее место для инновационных стартапов, связанных с блокчейнами. Будет запущена реализация параметров da ICO в версии 1.2.0. Первый квартал 2019 года. В Токио будет открыто совместное рабочее место для инновационных стартапов, связанных с блокчейнами. Срок действия токена 6 месяцев с жесткой блокировкой будет прекращен. Также 10% бонус токена будет распространяться на холдеров токена OVO. И третий квартал 2019 года. Глобализация. Проверка ситуации в стране и начало глобального развертывания. Итак, подведем итоги о проекте. Я возлагаю большие надежды на этот проект, так как мне тоже приходилось сталкиваться с мошенниками. В следующий раз хотелось бы обезопасить себя, например, таким образом, инвестированием через платформу ICOVA. Также я считаю, что в успехе такого проекта не меньше заинтересованы и честные компании, проводящие сборы. Ведь это значительно повысит доверие, а соответственно и увеличит привлеченные капиталы в перспективе. Если вас заинтересовал проект ICOVA, вы можете детально его изучить по ссылкам в описании. Советую первым делом прочитать White Paper. Спасибо за просмотр. Если что-то непонятно из этого видео, то посмотрите предыдущее. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете о проекте. А на сегодня это все. Инвестируйте и зарабатывайте вместе со мной. Удачи!